МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале года были определенные сложности. Но вот в марте месяце мы получили прибыль от реализации. Дальше у нас просматривается только прибыльная работа. И вот это достижение наше. В прошлом году мы имели минус 17% на этот период за 5 месяцев. Сегодня мы имеем плюс 2,5%. Часледнего квартала с отметкой экологически чистая. То есть там минимальное содержание формальдегида, практически равное содержанию в натуральном дереве. Это будет наша реческая мебель такая, начиная с 4-го квартала. И, в принципе, дальше мы будем продолжать. Мы это получим обязательно. Имея, собственно, производство смол, мы можем это получить. До конца года плануется забеспечить полную загрузку цеха синтетичных смол. Завтра, 29 липеня, мясцовые улады проведут черговые промые телефонные линии. На пытание же хороу Гомельской области откажет наместник старшини Аблова Конкама Андрей Васильевич Конюшка. Завернуться до его можно с 9 до 12,1 по номеру телефона у Гомеле 75 12 37. А у Гомельским Гарвы Конкаме промую линию проведет первый наместник старшини Гарвы Конкама Александр Иванович Сиваку. Номер телефона 71 0959. Шостый международный взлет память без межа распачался сегодня у Гомеля. Его удельники, ветераны боевых дейня, миротворческих операций, войсковой службы из некоторых краин. Традиционно первым в программе мероприемства взлету было складание кветок до кургана войсковой славы, помнеку воинам-интернационалистам. И это символично. Почас митингу удельники ушановали память тех, кто не вернулся с поля в бою, отдал жизнь за свою родину. С году у год память без межа узбираю все больше удельников. И все лето география стала шире. Немножко больше у нас география, не стран, а география регионов. Сегодня намного больше регионов Российской Федерации приехали. Сегодня намного больше регионов Украины приехало. Сегодня к нам новая делегация Молдавии приехала. Взлет, как за все, добяцает быть богатым на подеи и приемные встречи со служилцем. Удельников шокая насыщенная программа, экскурсии, спортивные споборницы, конкурсы и концерты. Так само ветеранские организации краин удельниц подпишут договоры об супрацовнестве. Подробязности у наступных выпусках новинов. Бронирование рабочих местцев, специализованные кермаши вакансий и социальная реабилитация. Сегодня в рамках державных программ реализуется комплекс мероприемства УПА-патрымцы людей с обмежаванными махчимостями. С организацией работы в Гомельской области ознайомились наши корреспонденты. Сегодня в Гомельской области проживает около 90 тысяч человек с обмежаванными махчимостями. Задача державы оказать им социальную поддержку. Утым леков про просолодкование. Просолодковать у всех без выключения инвалидов немахчимо, по стане их здоровья. Хоть навыд при этом на Гомельщине предоставили месцы больше, як 200 инвалидам первой группы и амаль двум тысячам другой. На шаргу предприемствов людей с обмежаванными махчимостями не просто чакают. Для их зарезервованы працовные месцы. Умов только две – физичные махчимости и наявность ответной специальности. И если у этого предприятия имеется вакансия, а на учете стоит инвалид с соответствующей профессией и желает работать по этой профессии, мы можем трудоустроить граждан в рамках этой программы. Но есть еще лучшее направление – это адаптация инвалидов к трудовой деятельности. То есть государство, предприятие, которое берет на работу инвалида в течение от шести месяцев до года выплачивает заработную плату и начисление на нее. У Рогачевским центры занятости работа с людьми с обмежаванными махчимостями сярут приоритетов. Пришим ведется она одразу по некольких накерунках. От проведения кермашов вакансий для этой категории до перенвучания на новые специальности. Як выник, каждый пятый человек, який не может на ровных конкурировать на рынку працы, мае постоянную работу. 425 человек работает. Хочется отметить, что работают не только инвалиды третьей группы, но и инвалиды второй группы. Это 74 человека состоят в трудовых отношениях и даже 5 инвалидов первой группы. Инвалид, по слыху, Василь Труцкий, працуе у Рогачевским филиале акционерного товарыства «Гомель Абл Аутотранс». Правда, у дей наведывания предприемства журналистами он знаходзеуся у отпуску. У коллективе кажуть, что обмежаванных махчимостей у коллеги никто уже и не зауважая. У селяким разе на работу гэты факт адмонного уплыву не оказывая. Пользуются среди коллег авторитетом и по нём даже не скажешь, что это действительно человек с ограниченными возможностями. Оказание адресной допомоги, предоставление социальных послуг, забеспечение техничными сродками социальной реабилитации. У рамка державных программ сегодня реализуется комплекс мероприемств по патрымце людей с обмежаванными махчимостями. Хоть ставить кропку в этой справе, так сама рано. Сярод пропану, які агучываются, подрыхтовка медыков и продавцов с элементарными навыками сурдоперокладу и перагляд спису профессий, по яких заборонено празовать особным категориям инвалидов. Семья Дарьи и Андрея Стральцовых у ближайшие дни плануя переехать с Рогачева у Гомель. Гот тому у их народилась дачка Юлиана, якая, як и батьки, так сама з'является инвалидом по слыху. Сгодно с девушим законодавством, гэтая семья – мая права на льготное будавництво жилья. Что тышится место працы, то жанчина працует у организации инвалидов. Ей муж мае намер працулатковаться у одну з гандлёвых кропок, ті працаваць по спеціальності. У свой час Андрей скончув в училище і отрымаў адразу некалькі будавничых професій. А есі вдруг не получится, тогда я буду то, що я умею. Я, отделачник, буду сам работать, отделачник квартир. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио-компания «Гомель» з Рогачева. Обласная організація беларускага товарыства «Червонага крыжа» правяла у Гомелі профілактичну акцію «Стоп гандлю людьми». Мерапраемства праймерковали да сусветнага дня боротьбы з гандлем людьми, які што год адзначаецца 30 липеня. Вероніка Ворошыліна Волода і падрабязнастями. Такі з'явы як гандлю людьми і рабство пагражають здоров'ю і життю як особного чоловіка, так і в цілому наносить великий урон громадству. Стимулюють развіцю цінявої економіки і злочинных груповак. Каб перемахчий гатую міжнародну проблему і пратягнути увагу соціума до яє і був заснований сусветний день боротьбы з гандлем людьми. Што годы його примарковують шматліки і тематичні мероприємствы. Гомельська обласна організація беларускага товариства «Червонага крыжа» на аутовакзалі провіла профілактичну акцію «Стоп гандлю людьми». Було організовано консультировання пасажіру по безпечному веззі за мяжу і питаннях отримання допомоги потерпілых. Супраціоннікі «Червонага крыжа» раздавалі інформаційні буклеты і розказувалі, яких правилах треба притримлюваць, каб не стаць живым товаром. Никогда никому не отдавайте свій личний паспорт. Ваш паспорт – це гарантия вашого возвращення дамой. Храните денюжки в надёжном місці і всегда оставляйте определённу суму на обратний билет. Також проверяйте всегда лицензію работодателя і налічі визи. Всегда знайте адрес і телефон посольства Республіки Беларусь в той країні, куди ви виїжджаєте. Телефон горячій лінії указан на вот цих листочках інформаційних, які сьогодні ми роздаєм всім від'їжджаючим за границю. А так телефон общий – це 113. В темі выявління злочинств, зв'язаных з незаконным зворотам наркотиків і гандлем людьми, была примеркована і программа «Задай питання уладзі» на раду «Гомель плюс». Гостем студии став начальник управління по наркоконтролі і супрадзеяний гандлю людьми управління внутрінних справ гомельського облвыконкама Дмитрий Чарткоў. І он поведамю, що у ході проведенных оперативно-ушуковых мероприємств супрацівникамі управління перакрыты каналы вывозу жанчын у РФ і Україну Європейського Союза. Па гэтых злочинствах узбуджаны кримінальні справы. Як і любую хворобу бяду лепш попярэдзіць. Калі не отрималасі заставацца сам насам со сваю проблемай не треба. Калі хто не вось зблизких ці знайомых ставах фярый гандлю людьми, треба неадкладно звертацца до професійних спеціалістів. Першоначально необхідно, конечно же, сразу обращаться в органы внутренних дел. У нас на сегодняшний день существует в каждом территориальном РОВД имеется сотрудник по линии наркоконтроля и противодействия торговли людьми, который квалифицированно, скажем так, окажет и первую помощь пострадавшим, а также грамотно проведет все оперативно-ушуковые мероприятия, необходимые и которые связаны с документированием противоправной деятельности лиц, которые занимаются как вывозом, так и использованием занятий проституции. И весь этот собранный материал будет передан в Следственный комитет для принятия дальнейшего решения. Поэтому необходимо обращаться в органы внутренних дел. Не бояться ничего, не скрывать, обращаться и рассказывать о своей проблеме. Мы качественно поможем, задокументируем и привлечем к уголовной ответственности лиц, которые занимаются уже указанной деятельностью. Вероника Ворошилина, Павел Антонов, Максим Славин, телерадояка «Ампания Гомель». Тем часам супрацовники Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья сёння провели консультации у Цегняку. А акция накирована на попереджение сердечно-сосудистых и инфекционных хвороб. У дорогу накировалась и наша здимечная группа. Гомельский чехуночный вокзал «Ранница». Для штудённых техника номер 64-75 у Сюек-звычайна. Отправление у 8-45. Тры с лишним годины по чехуночной стужцы, празд 25 станций. Правда, на этот раз шлях от Гомеля до Калинковича техник переодолея не с усиму-звычайным режиме. Кампанию пассажирам складывают супрацовники Держсан-Нагляду. Правда, тут их мета не проверка санитарных норм и не подороже, а информационная работа с насельництвом. Сегодняшний маршрут поезда Гомель-Калинковича не совсем обычный. Этот поезд – поезд здоровья. Цель, которую мы ставим перед собой, это напомнить пассажирам поезда о том, что о своём здоровье нужно заботиться постоянно, вне зависимости от того, где человек находится. И, естественно, контролировать, прежде всего, это касается людей пожилого возраста, уровень своего артериального давления. На кожной станции вагоны пополняли пассажиры. И практически с кожным тут провели консультацию. На память супрацовники санитарной службы покидали информационные буклеты об профилактице сердечно-сосудистых захворываний, ВИЧ и вирусного епатиту. До речи проведения акции пришлось и как раз на сусветный день боротьбы с епатитом, с не которыми провели целые викторыны. Кажуть, у такой формы информация запоминается лепш. Усим жадающим вымерли артериальный тиск и дали рекомендации. Очень прекрасно. Я вообще без ума, что немножко еще есть какая-то забота. Даже в поезде это вообще прекрасно. Когда человек в таком возрасте едет, бабушка, дедушка на свой участок, там заработать надо. И если замерять давление, проконсультироваться, это прекрасно, конечно, что вы делаете сегодня. С оправдой об вострении сердечно-сосудистых захворываний в этой период года тема актуальная. Тем больше, когда говорка идет о пассажирах чугуночного транспорта. В общем, такие захворывания вельми распространенные. И часом, покутываясь от симптомов, люди навык не звертаются до врачов и не сочат за здоровьем. В вынику каждый год в свете помирает омаль 18 миллионов человек. Кабы эти лишь бы стали хоть крыху меньше и проводятся такие акции. Докладно видать свой артериальный тиск уже имеет шанс захавать здоровье. В целом, за этот день утягнику раздали больше за тысячу информационных буклетов. Вымерли тиск и отримали консультацию больше за 300 пассажиров. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио компании «Гомель». На гомельшине у разгары сезон школьных кирмашоу. Набыть товары для школы зараз можно на постоянно деючих пляцовках для центрального рынка, гандлевого дома Речицки и на Давыдовском рынку. Покупникам пропонуют канцелярские товары, деловые, спортивные костюмы и детячий обуток для усіх узростовых групп. Причим, набыть усе гэта можно по зниженных ценах. Скидки пропонуют як державные гандлевые организации, так и индивидуальные предпринимальники. Минимальный кошт экипировки школьников – 170 рублей для хлопчика молодшого школьного узросту, для девчинки – 200. Для вучняв старших классов – от 230. Сюды угоходят оденье, обуток для школы и занятков спортом, канцелярские товары, портфель тисунка. До 875 годзе гомеля распрацаваны логотып с гербом областного центра и узорами неглюбских рушняков. Фон – полтора фактуру ильняного домотканого вырабу. У центры размещаны герб гомеля – символ национального орнаменту «Багатце». Надпис – гомелю 875 году. По периметры логотып оправляюць узоры неглюбских рушняков. Гэтый символ будзе выкарыстовывацца при святочном оформлении до дня города. Оранжевый колер этого лета. На ближайшие сутки в регионе знов обвешано штормовое попереджение. Як поведомили, у областным гидромета-центры на территории в области пройдусь протяглые дожжи. Ночь у особных районах вельми моцная – махшимы на вальнице. Ветер по ночам на заходне – 5-10. У особных районах порывы до 15-18 метров за секунду. Температура поветра у ночи складе от 15 до 20 в день до плюс 25 градусов. У неделю у ночи по у сходзе махшимы короткачасовы дожжы. У день будзе переважна без опадков. Температура поветра складе у ночи до 16, у день до 28 градусов. Папа передних дадзинах у понеделок 31 липеня будзе переважна без опадков. У день поветра прогреется до плюс 32 градусов. На гэтым выпуск завершенный. У студы працавала Святлана Князева. Всего доброго и до сустреча у эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok